Николай Иванович Бухарин Как выясняется, у Бухарина есть не только теоретические работы, связанные с историей и построением социалистического общества, но и сборник стихов, написанные, кстати говоря, в тюрьме. На этой выставке их можно услышать. В кровопролитных войнах уж не раз могучие сгорали поколения, и через эпохи донеслись до нас пожарить гарь и запах тления. Основной часть экспозиции составляют рисунки. На них без труда угадываются первые лица молодого советского государства, а экскурсовод открывает интересные подробности их жизни. Даже Сталин сам тоже принимал участие в этих зарисовках и рисовал шаржики. И причем это все проходило во время заседания и политбюро, во время заседания съездов и так далее. Даже была такая игра. Кто-то начинал рисовать, и потом другие продолжали. Выставка небольшая, как по площади, так и по наполнению. Здесь представлено порядка 30 экспонатов, но организовать ее оказалось нелегкой задачей. Первая идея посмотреть на Николая Бухарина немножко по-другому. Не на как политического деятеля, а как на творческого человека появилась года два назад. По разным причинам откладывалась работа. Плюс потребовалась достаточно большая работа в архиве и в РГАСПе, в Российском государственном архиве политической истории. И в итоге все-таки мы создали вот эту небольшую камерную, но на мой взгляд, очень интересную выставку. Особую ценность экспозиции придает то, что здесь помимо копий рисунков собраны подлинные вещи Николая Бухарина. Например, стол и печатная машинка, за которыми он работал. Вот этот сервиз выполнен на Украине городецкой фарфоровой фабрике. Здесь инициалы НБ, вы можете видеть, Николай Бухарин. Также здесь есть и одна из живописных работ Николая Ивановича. Глубины этой в целом забавной выставки добавляют фотографии двух документов. Первый – это судебный отчет по делу антисоветского права Троцкийского блока. И второй – приговор военной коллегии Верховного суда СССР. В списке приговоренных к высшей мере наказания, расстрелу, имя Бухарина находится на первом месте. Между этими документами шутливая фотография Иосифа Сталина. Благодаря художнику выставки Сергею Чистову экспозиция превратилась в арт-объект, стала своеобразным философским манифестом с неожиданной позицией, открывающим людей, которые творят историю. Шутки Иосифа Силеновича, они оказались более жесткие и более жестокие. Ну, в частности, вот на этой фотографии он вроде бы шутит, показывает шутливый жест, но выше выведен текст, и текст страшный. Это текст, подпись его на расстрельном списке. То есть там написано «Всех расстрелять!» – 138 человек Сталина Молотов. Вот таким образом в нашей истории какие-то простые человеческие шутки трансформируются в жестокие страшные вещи. Выставка, открытая в Южном флигеле Музея-усадьбы Горки-Ленинские, будет работать до сентября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова